Харе Кришна Страны разделяются на части, вся планета разделилась когда-то, сейчас разделяются страны, даже в семьях сейчас сложно установить какой-то мир, потому что потерялась основа. Веда, говорится, это основа, которая скрепляющая всех, это абсолютная истина. Или по-русски сказать, вернее, Кришна, это как бы на саскрите имя, или абсолютная истина по-русски, можно сказать. То есть это то, что объединяет все живые существа, источник всего. Мы все как бы интуитивно чувствуем, что есть какой-то источник. Даже мы возникли из источника, да, например, источник нашего тела, это наши родители, наша мама, папа, бабушки, да, мы чувствуем, что наше вот как бы древо, да, родственное, оно уходит куда-то вглубь. И где же этот конечный источник? Веда, говорится, этот источник конечный, это Кришна. Или все привлекающие, или, можно сказать, абсолютная истина. Вот эта абсолютная истина, она объединяет все. Если объединиться на основе этого, то есть источника, тогда можно устранить все различия, всю вражду, которая сейчас на планете, да, вот. Также в семьях можно воцарить как бы мир. Проблема в том, что сейчас современные люди, и не только люди, даже животные, все сражаются за первенство, да. То есть мы хотим быть первыми в семье, мы хотим, мужчина хочет быть главным, да, он хочет доминировать над женой, там, допустим, да, жена хочет быть главной в семье также, по-своему, по-женски, да. Страны также, они соперничают, каждая страна хочет быть лидером, не хотелось бы занимать какое-то второе место. Но на самом деле уже это место занято, уже абсолютная истина есть, и его не сдвинуть с места, вот, то есть это очень сложно. Источник всего, он остается вечно таким. Точно так же, как мы с вами, вечные живые существа, мы неизменны, меняется только наше тело. Наша душа, она всегда остается такой же. Можно пример привести с машиной. Когда мы садимся в машину, мы начинаем себя отождествлять с машиной, да, мы как бы вливаемся в нее, да, и мы даже чувствуем боль. Например, если ударит кто-то по машине, когда мы едем, мы почувствуем, да, физическую боль. Почему? Потому что наше тонкое тело, оно как бы сливается с машиной. Но, по сути дела, это просто кусок железа, который с нами никак не связан, да. Также наше тело, это определенная биологическая машина, которая состоит, если ее показатель внутри, то это не очень, как бы, выглядит так. Но там есть определенные системы, пищеварительная система, нервная система, да, система, которая, то есть взгляд, да, осязание, осязательная система. И эти все системы, они работают в большой гармонии и управляют всем этим душа, то есть она как бы главная наслаждающаяся, так сказать, в этом теле. И вот эти системы, несмотря на то, что они все разные, они сотрудничают друг с другом. Точно так же, если в центре стоит Кришна или абсолютно истина, тогда все разнообразие этого мира, оно приходит в гармонию. И нет смысла тогда сражаться. Нет смысла доказывать семье, кто главный, если уже есть главный. Мы просто совместно, как бы, служим гармонией, да, служим абсолютной истине и стараемся, как инструменты, да, вот, создать какую-то, такую гармонию привнести. Если все в таком настроении действуют, то настанет мгновенно рай на земле, да, как, ну, вот, в Библии, да, говорится. То есть рай — это просто умонастроение, когда мы все находимся в состоянии служения, когда мы понимаем, что мы частицы этого мира, что мы должны сотрудничать ради блага всех, да, тогда наступает духовная атмосфера. Итак, Кришна переводится как «все привлекающий, тот, кто обладает шестью достояниями». Он самый красивый, мы все стремимся к красоте, и все, все, что мы красиво увидим, это отражение его красоты. Например, вот эта природа, да, вот красивое сейчас, солнце в свете, да, вот из облаков выглядывает. Красивые девушки, красивые юноши, да, вот, зеленая трава, птички — это все отражение красоты Кришны или Бога. Такое маленькое отражение, смотрите, как привлекает, вот, какой же источник тогда. Так же сила, мы обладаем какой-то силой, мы можем поднять там 100 килограмм, допустим, но он держит все вселенные, все планеты без усилий вообще. Вся слава принадлежит так же ему. Мы стремимся к славе, вот, популярные люди, да, они хотят, звезды, да, хотят получить славу, но эта слава очень короткая, и она заканчивается обычно не очень какими-то фактами в итоге. Но у него слава вечна, всегда, во все времена прославляет абсолютно истину. Так же знания, мы хотим быть знающими людьми, да, он обладает всем знанием, как все устроено, до атомов, до молекул, до, то есть атомы и молекулы — это еще не конечная цель, там еще есть более тонкие энергии. И так же отречение, да, несмотря на то, что он обладает всем, он отречен от этого, то есть он как бы не жадный другими словами, он делится с нами, с нами с этими энергией, мы спокойно можем, хотя мы от него как бы отвернулись, да, мы спокойно пользуемся, даже как бы и атеисты, и демоны, и разные люди, да, они спокойно живут в его творении, наслаждаются, то есть он независливый, у него нет такого, если ты мне как бы не служишь, да, то я тебя навечно в ад, да, там, нет, он абсолютно независливое живое существо, он любит всех живых существ, как своих частиц. Рама переводится «тот, кто дает радость живым существам, духовную радость». Мы ищем именно вот эту настоящую радость, которая приходит изнутри сердца. Мы внешне можем как-то свои чувства наслаждать, но глубокой радости от этого нету, просто какое-то взбудораживание чувств всего времени. Но вот эта радость, которая приходит изнутри сердца, она настоящая. И Харея — это энергия. Все, что мы видим вокруг, это энергия. Даже мы с вами — это часть энергии, духовной энергии. И вот смысл в том, чтобы вот соединиться как бы с источником энергии. Когда мы это делаем через служение, тогда мы чувствуем абсолютное счастье. И вот этот процесс повторения Харе Кришну мантры очень простой. Просто повторяем Харе Кришна и чувствуем сразу же счастье. Давайте запомним эти слова, Харе Кришна мантру. Сейчас попробуем повторить. Проверим, насколько у нас сильная память. Я буду повторять по два слова, а тут вы за мной повторяйте. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна, Кришна! Харе, Харе! Харе, Рама! Харе, Рама! Рама, Рама! Харе, Харе! вот такой простой метод то есть если мы объединяемся на духовной основе будет мир и гармония во всех на всех уровнях начиная с семьи до кончая планетарного уровня если мы выкинули источник тогда гармонии не видать лишь нам будем продолжать дальше